Семейные древа заказывают не только из праздного интереса, часто это сулит вполне конкретную выгоду. Например, имея доказанные польские корни, можно претендовать на так называемую карту поляка и с нею без визы кататься в Евросоюз. Довольно популярная вещь в западных регионах страны. Также бывает, что благодаря информации из архивов люди находят свои семейные усадьбы, ценные клады, решают вопросы с наследством. Неважно, кто были предки из дворян, духовенства, простых крестьян, обо всех есть записи, говорит руководитель отдела по работе с клиентами одной из генеалогических фирм Оксана Цокур. Услуги архивных фирм обходятся недешево, до 200 тысяч рублей за период, обычно это за 100 лет. Как правило, команда генеалогов ищет предков отдельно взятого члена семьи. Бабушки или дедушки, поднимая архивы за весь 19 век и выдают результат через 3-6 месяцев. На руках у заказчика остается увесистая книга с жизнеописанием представителей одной из линий предков. Кто и где родился, на ком женился, когда крестился, с кем и когда судился, за что привлекался, где служил, чем владел и тому подобные сведения. В 90% случаев это своеобразная крестьянская сага, говорит историк Виталий Семенов. Дело в том, что у одних крестьян было 6-7 видов. Государственный крестьянин, монастырский крестьянин, помещичий крестьянин. Ну и в каком регионе он проживал. Большинство населения России вышло из крестьян просто потому, что всех остальных поубивали в 30-е годы. Но при этом, при этом, совсем не говорит о том, что у них будет скучная родословная. Она у них будет и будет очень интересная, захватывающая. Если знать, где искать, то расходы на поиски предков можно свести к нулю. Но на практике это мало у кого получается. Архивы часто берут деньги за доступ к документам, выпискам и копиям. По почте и телефону не отвечают вообще, либо ставят такие сроки, до трех лет, что приходится ехать самому. За это и платят исследователям. Они постоянно находятся в командировочных разъездах. Над одним древом одновременно может трудиться 5-6 человек в течение целого года в разных городах страны. В одиночку и без опыта такой объем работы не осилить, предупреждает Виталий Семенов. Надо понимать, что туда входят исследования метрических книг, риевских сказок. Есть, существуют еще и источники, которые тоже сюда входят. Генеалоги – это не дешевое удовольствие. То есть сейчас очень много обучающей литературы, и этим можно заниматься самостоятельно. Другой вопрос – выйдет ли у вас это дешевле. Повезло тем, чьи предки веками жили в одном регионе или относились к духовенству. О них информация собрана в одном месте и, как правило, весьма подробная. Трудно найти тех, кто произошел от сироты, пленного или беглого. На них поиски могут застрять надолго, а деньги исследователям за работу платить все равно придется. Грубый подсчет показывает, что среднее родословное – это четыре линии от двух бабушек и двоих дедушек – обойдется как минимум в 300 тысяч рублей у частного специалиста и в 600 тысяч у фирмы. Разница будет лишь в том, выдадут вам простую распечатку, либо красивую книгу в обложке. Впрочем, в фирмах настаивают, что у них наценка идет еще и за качество. Мы можем восстановить историю и создать родословную книгу. То есть это прям серьезный, скажем так, труд. Это не бутафория, не сказка какая-то, не творческий опус. А находятся документы в архиве, собираются сведения у родственников посредством опросов интервью. И таким образом получается именно история семьи. По любому периоду, вот насколько интересно заказчику, в равной степени, как и по любому количеству персон. В действительности, скорее всего, составлять семейные древа будут те же самые фрилансеры, историки и архивариусы, только нанятые генеалогической фирмой. Они часто так делают, чтобы не отправлять своих людей в другой город и сэкономить на командировках. И хотя в век интернета найти местного генеалога можно где угодно, все равно в этом деле существует традиционная наценка за географию. Так, если предки жили до Урала, включая белорусские и украинские губернии, то это одна цена. А если на национальных окраинах или в Сибири, то в полтора раза дороже. Валерий Емельянов, Вести ФМ.